итак американцы начали ответные удары по разного рода про иранским силам на ближнем востоке долго собирались но все-таки перешли к ответным мерам хуситы угрожают оставить без интернета весь ближний восток продолжается война в газе продолжается война на севере израиля я сегодня расскажу о тех самых четырех сценариях развития события которых вчера буквально вот забыл упомянуть в сводке о чем вы написали в комментариях это будет такая своего рода работа над ошибками история с группой b2 и в общем разные другие события касающиеся израиля и ближнего востока и войны в украине тоже всем привет меня зовут сергей услендер это будет очередной обзор событий за неделю раз формат понравился будем его продолжать теперь переносим его на воскресенье все-таки будем ориентироваться на человеческую неделю с понедельника по воскресенье не забывайте пожалуйста поддерживать эти видео лайк подписка комментарии все несложно все очень помогает можно донатить на канал помогать финансово все это помогает оплачивать работу команды и продвижения канала и его устойчивую работу тоже кнопочка супер спасибо вот здесь как я всегда говорю сердечко с долларом или надписью сэнкс две платформы бусти и патреон ссылки на них находятся в описании можно стать спонсором канала на ю тубе огромное спасибо всем кто это делает ну пожалуй главное событие касающиеся ближнего востока это вот ответные удары американцев они 27 января произошло вот это нападение на американскую базу беспилотник там убил трех человек троих американских военных еще больше тридцати получили ранения в том числе тяжелые и американцы пообещали ответ иран пообещал ответ случае ответа американцев в общем все это выглядело на самом деле как какой-то полнейший цирк примерно пять дней все это висело в воздухе непонятно как вообще возникло ощущение кота договорняка американцы сказали что мы должны ответить но аккуратно так чтобы не зацепить иран иран сказал что не дай бог вы нас зацепить и мы тут вообще все испепелим буквально в итоге американцы сказали но у нас нет убедительных доказательств что иран имеет отношение к этой атаке иран сказал что а это вообще они сами а к нам это вообще не имеет никакого отношения все это напоминает такой ритуальный танец да ты мне вот спину почеши и я тебе вот здесь почешу в итоге американцы которые конечно не могли оставить это без ответа приступили сегодня ночью к нанесению ударов американский ввс в том числе с применением бомбардировщиков b1 lancer они начали наносить удары по позициям различных вот этих по объектам про иранских всяких сил шиитских милиции ополчение там и так далее все они конечно про иранские все они имеют отношение к ирану так или иначе но в прямую конечно не был каких атаках там на иранские объекты и боже упаси на территории рана и речи не идет удары такие носят довольно массированный характер проходят на территории сирии и ирака в ответ разного рода вот эти вот террористические группировки начали обстреливать американские базы ну я полагаю что если не случится ничего непоправимого американцы сейчас вот несколько дней их побомбят правда они сказали что будет продолжительная кампания длиной там в целые недели но я в этом лично сильно сомневаюсь после чего скажут что террористам нанесен непоправимый ущерб смертельные удары не получили мы отомстили за гибель своих военных все привет спасибо расходимся еще раз пока в америке пройдут эти долбанные выборы ни о каких решительных действиях со стороны американской администрации на ближнем востоке и речи быть не может к сожалению это так что касается войны в израиле войны в газе там все в общем продолжается в прежнем режиме идет сражение за хан юность там практически сломлено сопротивление хамаса там обнаружены были такая сеть туннелей бункер и сеть туннелей в которых скрывался синвар военные обнаружили эти туннели вот там был штаб синвара но он оттуда куда-то перешел вероятнее всего вместе с заложниками последний город который контролирует хамас это рафиях судя по всему пара феху принято принципиальное решение войска будут туда заходить но для этого придется переместить оттуда огромное количество беженцев мирных жителей которые там скопились короче тоже такая задача весьма и весьма сложная и самое главное что касается войны в газе это конечно предстоящая сделка по освобождению заложников принципе обрисовались ее контуры и контуры эти такие для израиля крайне нерадостный сразу скажу я за то что нужно заложников освобождать и вопросов нет эти люди попали в плен не будучи военными это эти люди спали в своих постелях спокойно в своих домах когда к ним пришли террористы государство не выполнила базовый контракт с гражданином не обеспечила ему безопасность не обеспечила безопасности его дому государство обязана сделать все для того чтобы его оттуда вытащить вопрос дальше вот какой ценуется на следующее террористы предлагают значит первый этап освобождения 35 заложников это в основном женщины больные старики пожилые мужчины и так далее по одному заложнику за день перемирия то есть прекращение огня начинаем освобождать 35 человек значит 35 дней их освобождают за каждого тире за каждого заложника израиля до 150 террористов они нам одного человека моим два автобуса террористов вот буквально это будет так после того как это все завершится то есть 35 умножить на 150 меня плохо с математикой сейчас вообще плохо соображаю из-за этой работы такого графика жуткого ну короче тысячи террористов будут освобождены включая из кровью на руках то есть откровенных убийц и террористов после этого от недели до 10 дней на переговоры о продолжении сделки и дальше еще в общем короче говоря если все пойдет вот в таком режиме то перемирие прекращение огня продлится 142 дня почти полгода после этого будет довольно сложно начать опять военную кампанию и главная задача хамаса как я уже говорил затянуть это перемирие любой ценой так чтобы израиль не смог продолжить войну в израиле сейчас по этому поводу бурная дискуссия одни говорят что нужно продолжать воевать другие говорят заложников домой любой ценой это тоже часть такой войны которую ведет хамас против нас часть психологической войны хамасу нужно тянуть время и уцелеть физически и удержаться как власть секторе газа пусть даже как частичная потом он как раковая опухоль все родом все пожрет в общем короче говоря попали мы тут очень сильно в такую тяжелую ситуацию да и непонятно как из всего этого выбираться если честно я вот прям не вижу ни одного хорошего выхода из этой ситуации нет продолжишь войну может потерять заложников начнешь освободить заложников прекратишь войну ее можно не начать и хамас уцелеет что будет равносильно поражению войне в общем как какой-то кошмар ужас но вот в такой ситуации мы очутились посмотрим сейчас будет решаться вот в ближайшие по всей видимости дни там 48 72 часа будет принято какое-то принципиальное решение мы пойдем на эту сделку или мы не пойдем на эту сделку на ней очень настаивают американцы байдену нужен какой-то результат вот я освободил заложников да например вот такой что там будет с израилем да как как каковы будут настроения обществе понятно что американскую администрацию там не сильно интересует что касается войны на севере вот я говорил что она продолжается в прежнем режиме хизбала не намерена там вообще снижать ее темп обстрелы с их стороны по вчера покерят шмоне по городу кириад шмона прилетела h20 ракеты снарядов там часть перехватили часть упала на открытой местности армия отвечает ударами артиллерии ударами с воздуха и вся эта бодяга продолжается вот буквально с 8 октября и конца края ей не видно я напомню что по сообщениям вашингтон пост израильтяне передали американцам ультиматум до конца января либо дипломатическое решение проблемы либо мы начинаем воевать уже по взрослому но вот сегодня у нас третье да если не ошибаюсь до 3 февраля когда записываю этот обзор и пока там особых движений нет по этой части все продолжается прежним режим так вот о возможных четырех сценариях того как там все будет развиваться сценарий первый случилось чудо в хизбалле вспомнили что ё-моё 18 лет назад оказывается была же резолюция 1701 совета безопасности он мы ее просто вот не заметили вот она вот она давайте-ка ее срочно выполняйте хизбалла отходит за реку летать вероятность этого сценария 0.000 там одна короче говоря тысячная процента наверно сценарий номер два хизбалла отходит немного от границы ну скажем на 5-7 километров за вот эту гряду высот которые возвышаются с ливанской стороны над израильской границы позволяют буквально расстреливать противотанковыми ракетами израильские кибуцы поселения города и позиции армии вот хизбалла чуть-чуть отходит назад израиль это как бы устраивает жителям севера говорят все нормально фактор сдерживания восстановлен возвращайтесь домой кто купится на эту туфту я даже не знаю если честно сейчас никому это продать нельзя любой человек который жил на севере который пережил психологически вот 7 октября на такое не поведется и не вернется домой пока не будет точно знает что все вот сто пудов к нему домой не придут боевики из спецназа радуан так что это вероятность этого сценария тоже довольно низкая сценарий номер три большая война но ограниченная по времени мы там наносим удары по хизбаллея в южном ливане хизбалла начинает обстреливать нас уже по-серьезному там на всю глубину израиля мы на всю глубину ливана все это продолжается скажем там 10 дней две недели после чего хизбалла объявив о своей победе отходит за реку летание до ливан подвергается серьезным но не абсолютно фатальным разрушением у нас тоже там разрушение и ущерб и обе стороны еще раз объявляют о своей победе и жителям севера говорят возвращайтесь свои дома все нормально фактор сдерживания восстановлен опять же большой вопрос купятся они на это или нет но это будет уже хоть что-то куда хоть какая-то демонстрация нашей решительности и четвертый сценарий это полномасштабная война вода с входом войск в южный ливан созданием там буферной зоны до созданием там такой сети израильских укреплений там я не знаю наличием там израильских войск вот тогда наверно да жители севера вернуться в свои дома но ущерб от этой войны для израиля будет огромный и страшный для ливана будет абсолютно фатальный ливан как государство может прекратить свое существование буквально так что я бы поставил на третий сценарий то есть полномасштабная война но ограниченная по времени такая демонстрация силы я бы сказал без входа войск в южный ливан но какой именно вариант выберут я не знаю либо останется все как есть сейчас но это вообще какой-то бред это высосет из нас все соки буквально и я не знаю во что превратится тогда израиль до фактически отступив от границы фактически утратив свой суверенитет над частью территории я даже не знаю что это будет поэтому поэтому посмотрим ну конечно нельзя не упомянуть о хуситах которые во первых вчера обстреляли опять город эйлат на юге система heads противоракетная перехватила баллистическую ракету над красным морем городе даже не объявляли тревогу потому что рубеж перехвата был очень далеко и если бы перехват был неудачный то успели бы включить сигналы оповещения и тут дошло до любопытного хуситы пообещали перебить кабель который проходит по дну красного моря и который ведет в из европы как бы в страны ближнего востока и в обратном порядке это не полностью отключить интернет во всем мире да это не так но это довольно серьезная такая такой удар это может вот я вчера когда сидели мы в эфире на девятке у себя на работе я сидел там сидел у нас напротив человек до специалист по ну вот по интернет трафику такой в общем глобальный сис админ и он сказал что это очень резко просядет скорость интернета пока это все дело починят пока это все дело восстановят пока переключат трафик на долгие дни или даже недели может сильно просесть трафик в израиле буквально полностью невозможно будет смотреть youtube невозможно будет пользоваться там определенными сервисами да ну короче это будет большая проблема мощь сильно зависим от интернета сейчас вот прям зависим уже не просто с точки зрения развлечения или даже получения информации точки зрения получения различных сервисов услуг тех же банковских например короче куси то могут создать серьезную проблему там глубины небольшие там где проходит этот кабель да и там целый пучок этих кабелей проходит буквально если они их там каким-нибудь взрывами или там с помощью подводной диверсии там какие-нибудь водолазов диверсантов до них доберутся то это будет большая проблема а восстановить эти кабели это будет тоже проблема потому что с берега по этим ремонтным кораблям будут пускать противокорабельные ракет этом придется проводить супер спецоперацию для того чтобы эти кабели восстановить опять же никто не гарантируешь них опять не взорвут короче говоря хуситы вот такую проблему создали но на самом деле не хуситы а иран вот так что может даже иран от них этого и не требовал но вот что называется действует на опережение с некоторым перебором и на самом деле такая серьезная красная линия в свое время когда игил воевал с сирийской армии на реке ефрат есть плотина огромная такая плотина гидроэлектростанция построенная там еще по моим советским союзом и были опасения что сейчас игил ее взорвет но игил этого не не стал делать потому что есть еще раз говорю под прям даже у террористов есть красные линии инфраструктурные глобальные инфраструктурные объекты трогать нельзя ни в коем случае это красиво мудрилась взорвать каховскую гэс да потому что у нее это вообще никаких красных линий но вот короче говоря этот может породить такую серьезную проблему и сейчас вот тоже над этим думаю что со всем этим делать довольно примечательная история случилось с группой бедва я напомню что музыканты группу бедва живут в израиле у них израильские паспорта не полетели в таиланд с гастролями там собирались дать концерт там внезапно к ним заявилась полиция обвинил их в том что у них не было рабочей визы им сначала выписали штрафы потом вернулись их забрали в миграционную тюрьму и зашла речь о том что их могут депортировать в россию потому что у части из них есть российские паспорта и они по ним заезжали в таиланд дальше история начала развиваться довольно стремительно там активное участие в этом принимали я так понимаю сотрудники российского консульства которые там велись как мухи вокруг этой миграционной тюрьмы стало очевидно что музыкантов хотят выцарапать в россию их туда я получить их по депортации а там устроить над ними такую показательную расправу процесс после чего они бы уехали лет на десять куда-нибудь в мордовию на строгий режим да и тем самым дать понять всякого рода уехавшим там музыкантом деятелям искусства и так далее так далее что родина вот как выразился этот александр коц недовоенкор этот самый родина вам всегда нагадит больше вот как оказывается вот чем оказывается должна заниматься родина то есть это очевидно было что это был такой специальный заказ вот этих вытащить притащить сюда и показательно судить но тут вмешалась слава богу израильская дипломатия в конце концов усилиями вот израильского мида музыкантов удалось отбить и таиланд по всей видимости ну как бы решив во всем этом не участвовать с копом всех депортировал в израиль откуда прилетели туда и отдали слава богу они уже все здесь нервы им конечно потрепали довольно здорово но ребята уже дома и все с ними нормально я горжусь тем что я заветели моя страна помогла мне стать самостоятельным и моя страна спасла меня и моих друзей в трудную минуту вернятесь в россии нет я в россии больше не довольно показательная история в том смысле что теперь когда едешь в страну третьего мира нужно хорошо подумать вообще какие отношения у этой страны с россией например является она ли дружественной страной россии или там полудружественной страной на полном серьезе вот об этом нужно сейчас хорошо думать по какому паспорту туда едешь если у тебя есть российское гражданство от хорошо подумай стоит ли тебе туда ехать например я например не спец по тайландскому законодательству но я уверен в том что вероятнее всего в таиланде действительно музыкантам нужно оформлять рабочую визу если ты хочешь играть концерт за деньги не просто там друзьям спеть где-нибудь на квартирнике да а вот прям сыграть концерт залом там со сборами с кассой и так далее но этот закон никогда не применялся все на него забивали как бы все было нормально но в странах третьего мира всегда есть такое избирательное применение закона то есть вот закон не применяется но и всегда можно применить тут подъехала российская дипломатия там шепнули кому-то на ушко может что сунули и сразу вспомнили про этот закон и история вот это чуть не закончилась плачевного и довольно примечательно и реакция российского мида которые в своем сообщении это ли висит у них на телеграм-канале вот кто хочет может посмотреть написали такую вещь что поздравляем российский мид не могут спасти заложников спасли хотя бы музыкант какие все-таки вообще фантастические скоты просто невероятные вообще твари да там люди сидят в казематах у их друзей у хамаса более того там сидят трое российских граждан то есть трое человек заложен находят с российскими паспортами хамас буквально послал их нахер в ответ на их просьбу освободить заложников с российскими паспортами они глумятся над этим вообще просто какое-то скотство невероятное ну надо сказать что российский мид вообще превратился в сборище каких-то ублюдков до в диапазоне от их министра который несет там не весь что до их пресс-секретаря вот этого гражданки захаровой короче вообще отвратительные совершенно люди персонажи и вообще их поведение то что собственно ожидать от фашистского государства ну наверное имеет смысл упомянуть конечно об истории с заложным я честно сказать не сильно в это дело вдавался я так понимаю что заложного все-таки при решено отправить в отставку очень странным образом это все было оформлено еще раз говорю всегда всегда как бы говорю о том что любого человека можно отправить в отставку в конце концов верховный главнокомандующий президент зеленский он имеет право принять решение об отставке любого человека который находится в его подчинении до в том числе и военного руководителя главкома все это делается там вот назвали причину вот пожалуйста указ об отставке вот кого назначили вместо все дальше все это вот как-то странным образом выплеснулась публичное поле администрация президента имеется до офис президента зеленского начал говорить о том что дает бы вращение ничего такого не было потом выяснил что все-таки отправляют в отставку и так далее все это весьма печальная история конечно для воюющей страны это выглядело крайне крайне странно и плохо и кроме этого в этом прослеживается одна такая вещь я в свое время говорил в одном из видео ожидание от украинского наступления до того вот осенне-летнего которая закончилась то в общем неудачей до были чудовищным образом перегреты чудовищным образом и когда она не получилось когда она фактически провалилась начали искать виноватых до политики указывают на армию армия указывает на политиков да и вот это вот все весьма и весьма выглядит ну как бы это нехорошо вот я бы сказал да это кстати нехорошо выглядит для союзников если у украины нет единства в руководстве в военно-политическом так как вот мы им будем помогать и давать им деньги да и давать им оружие если на между собой не могут разобраться ну короче печально это все история посмотрим чем она закончится кого назначат вот вроде говорят про буданова ну опять же посмотрим когда опубликуют все это официально но еще раз говорю выглядит это все крайне неприятно и нехорошо ну что касается дел военных я отписал видео о российской об ударах по российской нефтянки теперь вот украинцы нанесли удар по волгоградскому нпз и в целом а волгоградский нпз это крупнейший производитель топлива в южном федеральном округе россии и эти удары то достигают цели потому что на треть сократился экспорт российского бензина то есть украинцы да несмотря на все там разборки между военными и политиками таки нащупали слабое место нащупали средства которым можно достичь этих целей и это дрон естественно да об этом писал залужный в своей колонке до для cnn о том что вот единственный вариант у нас воевать дронами людей вот физически у нас нет столько сколько россиян удары по нефтянке начали достигать своих целей это все может привести для россиян в плане вот наличие топлива даже для войны к весьма печальным последствиям потому что как я уже говорил по его физически не хватает по вообще вот невозможно прикрыть им все объекта их очень много и они все сосредоточены плюс-минус на европейской территории страны дальность полета дронов позволяет ее полностью всю покрывать и вот пожалуйста но тут в общем вопросов никаких начали войну сами вот теперь отгребайте по полной программе что тут сделаешь с этим и довольно любопытный момент это вот потопление катера ивановицы все называют катером на самом деле это малый ракетный корабль это довольно серьезный такой корабль да у которого на борту четыре ракеты москиты мощный комплекс радиоэлектронной борьбы это серьезный как бы серьезное оружие между прочим да этими ракетами москит можно было там топить корабли они вообще изначально противокорабельные а можно было наносить удары по береговым целям и в общем мы украинцы потопили его дронами причем потопили они его в дону дону злаф это вот озеро соединенное с морем ну такая как бы внутренняя гавань насколько я понимаю вот туда проникли эти дроны надводные украинские и есть видео соответствующие где один дрон бьет корабль его обездвиживает 2 пробивает дыру 3 заезжает в эту дыру в общем корабль потопили детонировали судя по всему эти ракеты москит и в общем и целом довольно это показательная история я еще раз напомню украины вообще нет своего флота их единственный крупный боевой корабль гетман сагайдачным был затоплен в порту где он стоял на ремонте в тот момент когда было вторжение из-за угрозы его захвата россиянами и вообще не имея ни одного корабля украина уже потопила десятка полтора крупных боевых кораблей до включая флагмана крейсер москва и продолжает методично этим заниматься и выбивать эти корабли в том числе большие десантные это кстати важно очень потому что они играют важную роль в логистике до в логистике в крым в логистике на оккупированные территории и так далее и фактически украинцы парализовали действия российского флота все что может российский флот это выполнять роль таких плавучих ракетных батарей и стрелять ракетами по украинским городам в этом смысле надо сказать войну на море украинцы выиграли буквально в чистую вот буквально и экономика этой войны она очень важны дроны даже вот четыре или три штуки которые не потратили на этот ивановец стоят ну там на порядке меньше все в него вместе взятые чем стоил этот корабль не считая того что там погибли судя по всему члены экипажа но в россии как обычно сказали что их там всех спасли но я в этом сильно сомневаюсь да они из крейсера москва ты всех спасли него даже до порта почти дотащили но тут вот он что-то по дороге утонул и так далее в общем короче говоря вот морскую войну украина выиграла в чистую что показывает превосходство технологий над железом до дроны надводные дроны с дистанционным управлением украинцы топят ими корабли или повреждают вообще не рискуя своими жизнями и вот большие корабли оказались практически бессильны против такого оружия но дай бог украинцам вообще удастся там весь их черноморский флот перетопить но до этого еще конечно очень далеко там еще довольно много кораблей и война еще предстоит долгая война предстоит трудная и они мы еще будем с вами говорить отдельно ну вот эти события показались мне интересными важными и заслуживающими внимания что-то я возможно упустил но в конце концов это вот мой взгляд на то что происходит в мире событий действительно много всяких мир вообще вошел в какую-то такую пору турбулентности жуткой непонятно чем этот 24 год еще и высокосный закончится я не сильно верю во всю эту чушь там высокосный невысокосный но тем не менее да это просто такой показательный момент вот только январь закончился уже столько всего по на происходило что волосы на голове дыбом но с этим ничего не поделаешь мы живем в предложенных обстоятельствах и будем жить дальше я одно из видео сейчас хочу записать про то каков вообще план ирана и вообще какова угроза ирана на сегодняшний день вот если интересно напишите об этом в комментариях потому что все что происходит сейчас на ближнем востоке это не спонтанные вещи у ирана есть план очень четкий с очень определенной целью и вот я об этом вам обо всем расскажу и о плане и о целях и о возможностях ирана и это дело мы с вами обсудим спасибо еще раз что смотрите всем пока